МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске мы расскажем о совместном благотворительном проекте с местными врачами и уникальных пластических операциях. Дружеским отношением между Канадой и Россией в лице Ульяновской областной клинической больницы в этом году исполняется 6 лет. Все благодаря совместной работе над благотворительным проектом «Лицом к будущему». Программа предусматривает мастер-классы для местных специалистов, совместная консультация, осмотры, операции юных и совсем крошечных пациентов. И все это на безвозмездной основе. Операции с рожденными аномалиями развития уха, лица, носа, посттравматические тяжелые случаи, которые требуют пластических операций. У них свои принципы операции, у нас свои. Мы вместе коллегиально обсуждаем все операции, приходим к своему общему мнению, пользуемся их опытом. Они берут наш опыт. В результате получаются положительные результаты и у нас здесь, в Ульяновске, и у них там за рубежом, вот только что я разговаривала с Питером Адамсомом, он говорит, что да, для них тоже очень полезно смотреть, какие у нас операции, какие у нас подходы к решению данных проблем. Поэтому это взаимно необходимо всем. Восемь пластических хирургов, урологов, лоров, акушеров-гинекологов и педиатров с мировыми именами. Все они приехали в Ульяновск с почетной миссией – вылечить маленьких детей. По традиции делегацию возглавил президент Канадского фонда пластической восстановительной хирургии лица Университета Торонто Питер Адамсон. До визита в Ульяновск я бывало ознакомился с работой врачей в Екатеринбурге и Саратове. Хочу сказать, что хирургические способности и квалификации ваших врачей на высоком уровне. У нас другой опыт в работе, и мы стараемся перенести свои видения и подходы к решению тех проблем, что существует. Постоянно контактируясь с русскими врачами, мы учимся. Это постоянный и непрерывный процесс. Среди пациентов есть те, кто попадает в руки канадских специалистов не единожды. 13-летняя Света ляжет на операционный стол в четвертый раз. У девочки врожденная аномалия развития ушной раковины. Юная пациентка находится под наблюдением директора Центра пластической хирургии лица, профессора Энтони Брисетта. Уже своего врача знаем, Энтони, и он нас помнит. Вот они накануне разговаривали, он даже помнит наши ушки. В том году делали операцию, у нее Олимпика была с ушками, как у зайчика. Он даже вот это помнит, вот они тоже как подбодрил ее. Опытный врач ежегодно выезжает в страны Европы, Африки и Россию. Хирург поясняет, чтобы максимально улучшить вид уха, операции были просто необходимы. Форму уха создали при помощи пересадки тканей кожи с реберной части. Из этого получался нормальный вид и форма внешней ушной раковины. Очень сложная операция, но результат стоил того. Операция длится несколько часов. На этот раз тандему русских и иностранных врачей предстоит убрать аномальные дефекты с органов слуха девочки. Также специалисты подкорректируют слой кожи, чтобы создать правильную форму уха. Все надеются, что для подростка подобное хирургическое вмешательство станет последним. А годовалая Лейла перенесла операцию впервые. Малышки, будучи еще в утробе матери, поставили диагноз – гидронефроз левой почки. После рождения мама с ребенком все время находились под присмотром врачей детско-областной больницы. После последнего обследования назрела необходимость срочной операции. Родители девочки доверились опыту врачей, не задумываясь. Мне кажется, любая мама сильно переживает за своих детей. Мне, со мной был рядом муж. Вот как-то легче было пережить именно тот момент, когда вот ребенок находился на операции. Как сейчас девочка себя чувствует? Все хорошо? Ну, сейчас она в основном спит, конечно, после наркоза. Конечно, плачет, еще не понимает, что происходит. Вот, ну, я как бы с ней стараюсь ее всячески успокаивать. Оперировал крошечную пациентку детский уролог и педиатр Эрик Джонс. Специалист уверил – операция прошла успешно. Жизни девочки ничего не угрожает. Иностранные специалисты работали в Ульяновске неделю. За это время ульяновские и канадские врачи спасли больше сотни детских жизней. Найти контакт и общий язык с вашими специалистами было абсолютно непроблематично. Если говорить об операциях, то хирурги понимают друг друга легко, так как общаются на едином языке – хирургическом. Кроме того, многие ваши врачи сами прекрасно владеют английским. В общении с родителями проблем в коммуникации также не возникало. Добрые и нужные слова понятны на любом языке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok